Всем здрасте! Так в нашей семье повелось, что Татьяна Ивановна за мной бегает. Хочет, чтобы я записал видео, я от нее скрываюсь, но в конце концов она меня залавливает, и я записываю видео. Значит, тема сегодняшнего видео будет английский язык, как я изучал, какие были знания, как это вообще все работало для меня. Значит, это чисто мой опыт, и я довольно-таки специфически, я очень трудно изучаю языки, и русский, и украинский, и все, что только можно, я изучал трудно, поэтому язык я зазубривал. У меня такая была методика. Значит, поэтому это только мой опыт, если есть такие люди, которые, как я, вам это поможет, другим, ну, может, что-то поможет. Значит, так, какой бэкграунд, какой был. Я два раза ездил по work and travel в Штаты, работал помощником официанта, то есть, в принципе, общался довольно-таки много. И помощником официанта, и официантом, и убирал, и прибирал, и делал все, что только можно. Но общался я много, поэтому сам собой у меня довольно-таки подтянулся хорошо разговорный английский, но в плане того, что я очень хорошо всех понимал, потому что общаться приходилось со всеми иностранцами на разном английском. Поэтому, в принципе, для меня не было сложности понимать и индийский английский, и русский английский, и китайский английский, и вьетнамский английский. Как бы вот это был очень большой плюс. Потребление алкоголя пагубно влияет на ваше здоровье. Но потребление алкоголя, которое я сделал своими руками, это уже другое дело. Между первой и второй поездкой в Америку я понял, что мне надо улучшить английский. Было это 2005-2006 год. Я понял, что мне надо улучшить английский, и я пошел на курсы, самые обычные курсы английского, где у нас была группа. Ходил я, наверное, полгода. Я знал, что я поеду второй раз, и как бы подтягивал язык. Подождите, а вы когда первый раз поехали, вы просто со школьным английским поехали? Ну, так у меня было такое что-то. Слово туда-слово... Нет, что-то после школы я знал. Но не было так вот прям, я знаю английский. Но при этом я работал помощником официанта, и как бы довольно-таки удачно. Когда я готовился ко второй поездке, я не учил английский, как он пишется. То есть я повышал знания грамматики плюс разговорного. Чтение разговорное. Но я вообще, ну как бы, вообще не писал. То есть я вот вообще забил на это, потому что этот скилл мне не нужен был. И от этого я потом очень сильно пострадал. Потому что, приехавши со второй Америки, я еще как бы круче работал. Я и официантом работал, и опять же помощником официанта, и помощником повара. То есть опять общения было очень много. Поэтому я еще больше поднял скилл общения. Но, опять же, писать я не умел. И тут началась АППС с миграцией. Я когда начал изучать процесс, я хотел подаваться на Австралию. На Австралию на тот момент нужно было получить 6,5 баллов. Нет, 6 баллов. На тот момент нужно было IELTS 6 по каждому пункту получить. И я к ним готовился. Я взял репетитора. Репетитора я взял по обычному английскому. То есть не по IELTS. И мы где-то с ней полгода просто подымали язык. Я учился писать. Я знал, что мне надо будет много писать. Поэтому я делал большой упор на правописание. И это мой был... Как это? Самая слабая часть. Моя. Поэтому я на ней очень много внимания уделял. Как я учился? Вообще, как я себе это все видел? Значит, процесс обучения проходит так. 20% времени у тебя с преподавателем, 80% домашней работы. То есть, если ты дома не записал вопросы, которые ты задашь преподавателю, то, в принципе, толку мало. То есть, тебе преподаватель дает какое-то что-то общее, а ты начинаешь уже копаться в частности и задаешь миллион вопросов. То есть, у нас было так устроено. Я очень много читал и фанатично выписывал слова. Выписывал и нужные слова, и ненужные. Я потом сделаю вырезку, как это выглядит. Это отдельная фотография. Ну, принцип такой. Там, допустим, 20 русских слов, потом пробел 20 английских слов. И вот я учу, и потом я смотрю на русское слово, записываю и проверяю правописание, как на английском оно пишется. И таких у меня было, наверное, 3 или 4 тысячи слов. То есть, ну, очень много. Каждые две недели я делал контрольную работу. Контрольная работа заключалась в том, что я эти все слова прописывал опять. И чтобы вот эти вот 3 тысячи слов прописать, мне это занимало несколько вечеров. То есть, я вот, ну, довольно-таки фанатично к этому относился. Значит, пособие учебники-сайты. Когда учишь английский, нужно хорошо знать средний уровень грамматики. То есть, куда-то лезть в особо частный случай. Это вот Татьяна Ивановна, наверное, любит такое. Я такое не сильно люблю. Я знаю, допустим, но я не сильно люблю. Значит, самое классное пособие была книжка Голицынского. Я ее называл «Нудная», потому что это книжка упражнений. Было две книжки. Одно упражнение, вторая. Теории, что ли? Нет, наверное, теории не было. Я не помню, что там было, но упражнения я их там все делал. Вот, все брал и делал. Дальше теорию мне давала учительница. Плюс у меня со школы, со школы, с института повелось, что я себе всегда делал шпаргалки. И в тот момент, когда я их делал, я их заучивал. То есть, я ими не пользовался, но когда я все кропотливо записывал, у меня все это откладывалось в уме. Поэтому в моей тетрадке у меня были листы, где я формировал правила, всю грамматику. И вот так вот я ее запоминал. То есть, у меня было выписано отдельно, с примерами, которыми я практически потом не пользовался, потому что, когда я это все делал, оно все запоминалось. В это время я работал. С Татьяной Ивановной я еще тогда знаком не был. Это была масса свободного времени. Не, ну, массы времени не было, но дома знали, что я учусь, и меня никто не трогает. Поэтому я приходил с работы, быстренько делал то, что надо было сделать по дому. И часа три в день я стабильно занимался. Это до того, как я еще готовился к Айлдсу. Это просто английский. Когда я готовился к Айлдсу, там уже было совсем все плохо. И тогда меня освободили от всех дел. И я готовился к Айлдсу. Опять же, у меня была самая большая моя проблема. Это правописание. Поэтому я практически ни с кем... Нет, я разговаривал сейчас. Не буду перескакивать. Я 80% времени писал эссе, прописывал слова, делал грамматику. 20% времени я читал книжки. И у меня была скайп-группа. Мы брали какую-нибудь Айлдс тему, допустим, и ее обсуждали. Потом мы брали какую-нибудь статью и тоже ее обсуждали. Ну, так вот мы и общались. Общались мы на любую тему, начиная от геномодифицированных продуктов, заканчивая путешествиями куда-нибудь в космос, какими-нибудь там сай-фай. То есть, всегда темы были разноплановы. Поэтому любая тема от зубов отскакивала. То есть, что в эссе, что вот просто в общении с людьми. Так. Опыт. Первая попытка сдачи экзамена. Не помню, какой это год был. То ли 11, то ли 12. Нет. Десятый, наверное. Десятый. Десятый, наверное, да. Значит, я сдал на 6, но у меня один модуль был 5,5. Как раз мой в райтинг был 5,5, который у меня самый слабый. И я полбалла не набрал, чтобы податься на миграцию в Австралию. Я тогда этому очень сильно опечален был, потому что я, ну, считай, потратил ну, полгода, а то и больше, так вот, конкретной подготовки. Я подал апелляцию, ее пересмотрели, но бал не повысили. И в этот же момент, для того, чтобы мигрировать в Австралию, бал повысился до 7. А между 6 и 7 это пропасть. Особенно для меня была. Поэтому я расстроился и уехал отдыхать в Турцию. И после Турции уже познакомился с Татьяной Ивановной. То есть Татьяна Ивановна уже присутствовала, когда я приехал и начал готовиться к сдаче на 7 лаком. Вы гуляли, наверное, месяца 4? Ну, я, да, я погуливал, но потом опять себя взял в руки для того, чтобы опять готовиться. Тогда я, конечно, уже очень серьезно начал готовиться. Тогда уже появилась Татьяна Ивановна, которая понимала, что я готовлюсь к английскому. Ну, мне повезло с женой. Жена очень рано ложится спать. То есть это плюс жизни. Татьяна Ивановна ложится там в 8 вечера, я ложусь в 12 в час. То есть у меня каждый день время, которое я фанатично тратил на свое хобби, это изучение английского языка. Тогда я еще не спала в 8. Я забивалась с книжкой. Да, у вас там свои дела были. Тихий час начинался. Мы сидели в одной комнате, и я занимался своими делами, Татьяна Ивановна со своими делами. Опять же, очень важно, когда вот английский идет туго, понимаете, что человека надо избавить от любых трудностей. То есть вот мне, спасибо маме, спасибо Татьяне Ивановне, меня не напрягали домашними делами. То есть они видели, что я занят, и они видели, что я там не гуляю. Поэтому вот, это спасибо. Это очень важно, очень важно, потому что параллельно были люди, которые вот в группах учили язык, у них по двое детей, и я прекрасно понимаю, как это все для них было тяжело. У меня в этом плане было легче. Значит, я нашел в Днепре учителя уже конкретного IELTS, этот учитель был раньше экзаменатором IELTS, и она была, и она такая очень, человек с таким довольно-таки сложным характером, но мы нашли общий язык, поэтому меня как это, если я что-то делал неправильно, мне об этом говорили очень довольно-таки в грубой форме, но если я что-то делал правильно, это тоже было в довольно-таки положительной форме, поэтому у нас была такая, батл такой постоянно был, и я оттуда выходил просто красный, вот оттуда я прям... Но она, конечно, она меня очень хорошо учила, и это мне довольно-таки помогло. Значит, где-то я с ней занимался месяца 4, потом я понял, что я достиг того уровня, что мне нужно, можно самому заниматься. То есть я, в принципе, понял, как все работает, вопрос был, если с ней идти дальше, это... Вот у меня наступил момент, когда я понял, что если я не нахожусь в англоговорящей среде, то любой преподаватель, он мне ничего не сможет дать. То есть вот у меня был какой-то ступор, когда в меня вливают теорию, а у меня выхода этого всего нет. То есть мне надо было разговориться вот уже прям в англоговорящей среде, но этого не было. Я понял, что я плачу деньги как бы в никуда, я не расту, и, в принципе, дальше просто нужно наработать, увеличить словарный запас и просто прорешивать этот долбаный Айвец. Значит, вторая попытка. Я шел на семерке, и я ее провалил. Я сдал все на 6,5, и, по-моему, опять же, в райтинг сдал на 6. Я не помню, что там было, но в райтинге у меня какая-то была сумасшедшая тема, то есть в которой я просто вот, я такой сел, и, блин, я к этому был не готов. Ну, как-то, да. В общем, я тогда, конечно, очень сильно расстроился, потому что я, опять же, потратил много времени, много усилий. Ну, я конкретно провалил экзамен. То есть я спокойно сдавал на 7,7,5 все пункты, и вот на экзамен я провалился. Я тогда опять очень сильно расстроился, но буквально там через месяц пошла Манитоба, где нужен был экзамен 5, поэтому я очень даже спокойно со своими 6,5 прошел. Сдал я экзамен, пошла Канада, это все длилось практически 2 года. Что я делал? Я фанатичный язык не изучал, я практически перестал все прописывать. Ну, бывало, бывало, но это перестало быть вот постоянным хобби. Но я продолжал много читать, я продолжал много слушать аудиокниги, аудиокниг, и, в принципе, я продолжал учить слова, как я их учил раньше. То есть, новое, вот я читаю книжку, что-то новое, потом я дошел до какой-то стадии, когда я понял, что много слов, которые я не употребляю. То есть, я их просто вычеркнул, или там слова-синонимы, которые, ну, как бы, мне особо не нужны были. И я, в принципе, просто повторял то, что у меня было. То есть, у меня был конспект грамматики, который сделан под меня не так, как вот сухим языком книжки, а вот так, как я его понимаю, так, как мне нужно объяснить, потому что это очень важно своим языком объяснить себе что-то. И потом, когда ты, там, через сколько-то лет смотришь на то, что ты сам себе разъяснял, ты это гораздо проще поймешь, чем будешь смотреть книжку и вообще не понимать, что происходит. Поэтому это у меня все осталось. И я просто параллельно, как бы, нет, пытался это не забыть. Люди на этой стадии забывают, что надо продолжать учить язык. Поэтому даже сдавший английский проходит год-полтора-два, и через два года они понимают, что, ой-ой-ой, я что-то, я уже и слова не помню, и что-то как-то все плохо. Поэтому сданный экзамен это только, там, 80% дела. Надо повторять постоянно, готовиться. Советы. Как улучшить понимание на слух? Ну, опять же, здесь у меня очень большой плюс был английский, то есть, поездки в Америку. Я общался с таким большим количеством людей, что просто вот через время, через месяц у меня, как бы, мне стало все равно. То есть, если человек не мямлет, не теряет половину буквы или еще что-то там, интонация какая-то стрёмная у него, то я его понимаю. Но, до этого времени у меня проблема с пониманием песен. Вот это просто удивительно, как я их плохо могу понять. Особенно, если песня, там, рэпчик какой-нибудь или быстрая. Ну, даже если средние обороты скорости, я вот, что-то у меня это тяжело идет. Но это моя тема. Не самый важный навык в жизни. Да, не самый важный. Значит, что, сходите на спикинг-клабы, обязательно, чтобы присутствовал англоговорящий. То, что вы будете слушать наших, как бы, вам вообще ничего не даст. И, по-хорошему, то, что вы будете слушать наших учителей. Есть учителя, которые пытаются подражать, но все равно это не то. Желательно ходить и ходить к таким, которых вообще ни хрена нельзя понять. Каким-нибудь таким бритом, жестким, у которых такая речь очень странная. Тогда ты просто развиваешь навык, как понять речь. То есть, ты вот в голове начинаешь прокручивать, а что вот он сказал, как. То есть, вот это вот такой вот навык. Очень много учителей, которые пытаются говорить стандартным английским. То есть, вот, английским без каких, без какого-то бэкграунда, просто английским. Ну, это, как бы, это сильно не поможет. Надо искать таких олдскульных. И в этом, в это самое, на ютюбе просто каналы американцев смотреть. Да, сейчас, сейчас в этом вообще нет. Я, я, я подсаживался на TED. Я не помню, как это аббревиатура. Так и есть. Ну, TED, да. Я очень много слушал подкастов. Вот, найдите свою любимую тему. Вот, у меня любимая тема машины. есть классный подкаст, я его продолжаю слушать, Car Talk называется. Это два англоговорящих итальянца, вернее, ну, они граждане Америки, но у них бэкграунд итальянский. Они им звонят и обсуждают проблему машины. и они должны вот по обсужденному понять вообще какие проблемы с машиной случились. И опять же, вот, к ним звонят постоянно разные люди. А в штатах северяне отъезжаем отличаются кардинально язык. поэтому вот ты слушаешь, как к ним звонят по телефону и ты просто слушаешь вот разные встречи. И вот как раз то, что очень много разных людей, вот нужно слушать много разных людей. Потом я подсаживался на экономические всякие темы, но там как бы сложные, слова сложные, но зато интересно. Я аудиокниг много слушал. Опять же, аудиокниг я прослушал миллионы, я всего Гарри Поттера прослушал. Я начинал со сказок, заканчивал и Хемингуэя, по-моему, слушал. Но это уже такой жестяк был. То есть там еще не мой уровень был. Но, допустим, Гарри Поттер это просто наура шоу. Стивен Фрай есть несколько таких грандиозных личностей в англоговорящей культуре. Вот один это Джереми Кларксон, который в топ-гире. Он журналист, публицист и очень крутой чувак. Стивен Фрай. У него вот как раз такой интересный язык. Он очень много озвучки делает. И вот мне очень нравилось его слушать. И дальше просто вот у тебя есть свободное время, ты этим занимаешься. Ты слушаешь, ты стараешься заменить все, что у тебя было на русском языке, заменить на то, чтобы все было на английском языке. И так вот. И конечно стараешься с кем-то говорить. Вот у меня были speaking club, конечно, это не нейтивы были, но где-то можно было выговориться. Учить новые слова. Ну, опять же, слова нашли слово. Если это слово какое-то, которое употребляемое, выписали его и заучиваете. Если это слово какое-нибудь там, которое раз в жизнь употребишь, нафиг не знаю. Так, предложение фразы. Опять же, если я видел какую-то интересную фразу, я понимал, что это фразу, которую я сам не придумаю. я ее записывал и заучивал. И для IELTS это, наверное, 60% успеха. У тебя должен быть перечень фраз, которые на все случаи жизни, и которыми ты и разговариваешь, и вставляешь в СФ письмо. Учебники сайта. Мне нравился форум, когда я пытался эмигрировать в Австралию, есть форум gday.tulleru.com не помню. Ну, это типа goodday, только сокращенное gday.tulleru.com Это австралийский форум австралийской миграции, там очень сильно развито направление подготовки к IELTS. Вот там, наверное, самое сильное, что я видел. И я там зависал, то есть там мы общались с людьми, там я знакомился и вот там как бы очень много полезной информации было. Практика и состояние языка по приезду в Канаду. Но, опять же, здесь все очень сложно. Татьяна Ивановна приехала, она говорить не могла, потому что она ни с кем не говорила. Я приехал, я говорил звучными фразами IELTS, потому что я год их учил и потом их употреблял в речи. Поэтому вот это было тоже слегка смешно. Сейчас ну, как бы все изменилось. Я даже не могу сказать сейчас лучше, хуже. В бытовом плане лучше. То есть в бытовом плане гораздо лучше, чем было. Но пропало стремление изучения языка, поэтому как бы чувство не очень приятное. То есть раньше для меня английский язык это был хобби, это был смысл, какой-то смысл жизни. Сейчас и вообще миграция была смыслом, какой-то смысл жизни. Сейчас как бы этого нет. С одной стороны это как это стокгольмский синдром или как это называется. Тогда ты уже привык к этому. И когда ты сюда приезжаешь у тебя пустота. То есть ты хоп, а тебе не надо каждый день учить язык. И тебе не надо эмигрировать. Но потом появился ребенок. Это все как-то заполняется. Но вот это пустота. Когда ты перестаешь его учить фанатично. В моем случае наступила какая-то пустота. Спустя четыре года конечно очень улучшился разговорный в плане того, что я все понимаю. Сказать я допустим может может быть если бы я сильно напрягался говорить правильно было бы гораздо лучше. Так как я говорю и меня все прекрасно понимают я наверное расслабил булки. Это есть. Но для жизни нам этого хватает. Опять же проблема я практически нигде ничего не пишу. И как только я перестаю писать проходит чуть-чуть времени и я могу написать молоко и нород. И точно так же с английским языком. Поэтому я чувствую что я практически ничего не пишу и сейчас если меня заставить что-то написать будет не очень весело. Я все книжки читаю на английском языке. Я продолжаю слушать подкасты потому что мне просто это интересно на английском. Я хожу в книжный клуб вернее как он приходит к нам. Мы мигрируем от дома к дому с канадцами где мы обсуждаем интересные темы. Поэтому в принципе дело идет мы учимся мы улучшаем понимание языка. То есть если раньше я перехожу на стадию когда я не могу объяснить почему это правильно но я понимаю что это правильно. Если раньше я заучивал и заучая я знал что это правильно. Теперь я допустим могу понять что это правильно но я не объясню почему. То есть какая-то пошла новый этап. Надеюсь что это видео было всем полезно. По крайней мере я вспомнил как это было и я понял что слава богу это закончилось. Изучение языка. Если будут вопросы задавайте будут комментарии тоже оставляйте вот такие вот вот это мы любим. Всем спасибо до свидания и спасибо за внимание.